Всем здравствуйте! Сегодня мы будем учиться решать задачи на движение. В нашем мире всё движется, например, пешеходы, автомобили, самолёты. Эти предметы могут двигаться с одинаковой скоростью, с разной скоростью. Эти предметы могут проходить, либо пролетать, либо проезжать какое-либо расстояние с определённой скоростью за определённое количество времени. Так вот, задачи на движение – это задачи, в которых необходимо вычислить значения одной из трёх величин, которые характеризуют движение объектов. Это скорость, время и расстояние. Задачи на движение бывают разные. Бывают движения навстречу друг другу, движения в противоположных направлениях, движения вдогонку, движения с опережением. Мы рассмотрим первые два случая – движения навстречу друг другу и движения в противоположных направлениях. Движение и задачи на движение часто пользуются схематическими чертежами. На таком чертеже пройденный путь или расстояние изображается отрезком по прямой линии. Стрелками обозначается направление движения, а флажком – место встречи объектов. Что такое скорость? Скорость – это путь, пройденный за единицу времени. Например, черепаха может пройти 5 метров за 1 минуту, оса пролететь 10 метров за 1 секунду, кенгуру преодолеет расстояние 18 метров за секунду, а заяц 15 километров за 1 час. Ракета летит со скоростью 11 километров в секунду, а жучок может пролететь 17 километров за 1 час, а улитка проползет 1 миллиметр за 1 секунду. Подумайте, с какой скоростью может передвигаться собачка? Чтобы научиться хорошо решать задачи на движение, нужно запомнить следующую формулу. Для того, чтобы найти расстояние, нужно скорость умножить на время. А для того, чтобы найти скорость, нужно расстояние разделить на время. А для того, чтобы найти время, нужно расстояние разделить на скорость. Компоненты действия умножения очень легко запомнить эту формулу. Произведение – это умножение множителей. Чтобы найти неизвестный множитель, нужно произведение разделить на известный множитель. Чтобы найти второй множитель, нужно произведение разделить на первый множитель. Зная компоненты действия умножения, очень легко запомнить формулу движения. Сейчас мы разберем задачу на встречное движение и решим ее двумя способами. Итак, послушайте задачу. Из двух сел одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Скорость первого пешехода 5 км в час. Скорость второго 4 км в час. Пешеходы встретились через 2 часа. Нужно найти расстояние между селами. Оформим краткую запись в виде схематического чертежа. Чертим отрезок, отступив от начала странички 2 клетки вправо. Ставим точку и проводим примерно 8 см отрезок. Ограничиваем с двух сторон. Это будет то расстояние, которое нам нужно найти. Расстояние неизвестно. Стрелкой указываем, что два пешехода движутся одновременно навстречу друг другу. Что значит одновременно? Например, первый пешеход вышел в 10 часов утра и второй тоже вышел в 10 часов утра или в любое другое время. Скорость первого пешехода 5 км в час. Эту величину мы указываем над стрелкой 5 км в час. Обозначается вот такой черточкой, как будто букву В мы можем написать в час. Только букву не пишем, пишем черточку. Далее. Второй пешеход шел со скоростью 4 км в час. Они встретились значком флажок, обозначаем время встречи. Встретились они через 2 часа. Время встречи через 2 часа. Нам нужно найти расстояние между селами. Но для этого нам нужно знать, какое расстояние прошел первый пешеход километров. Там, где написана у нас скорость, мы можем посмотреть, в чем измеряется километров. И второй пешеход километров прошел. И затем величины эти нужно будет сложить. Итак, рассмотрим решение этой задачи двумя способами. Первым способом мы определим расстояние, которое прошел каждый пешеход до встречи. И сложим эти расстояния. Пользуемся и запоминаем формулу пути. Чтобы найти расстояние, нужно скорость умножить на время. Найдем расстояние первого пешехода. Он шел со скоростью 5 километров в час. И встретились они через 2 часа. 5 умножить на 2. 10. 10 километров. Это расстояние первого пешехода. Второй пешеход шел со скоростью 4 километра в час. И прошел за 2 часа 8 километров. 4 умножили на 2. Это расстояние второго пешехода. И теперь нам нужно эти расстояния сложить. 10 плюс 8 равно 18 километров. Это расстояние между поселками. А теперь рассмотрим второй способ решения этой задачи. Второй способ. Двигаясь навстречу друг другу, пешеходы сближались. Первый за 1 час проходит 5 километров. А второй за 1 час проходит 4 километра. Найдем скорость их сближения. То есть к скорости первого мы добавим скорость вторую. К 5 прибавим 4. Получится 9. 9 километров за 1 час. Это скорость их сближения. Сближение шло 2 часа. Чтобы найти расстояние, нужно скорость умножить на время. 9 умножаем на 2. 18 километров. Они прошли расстояние за 2 часа. Значит, расстояние между селами 18 километров. Для чего нужно решать двумя способами? Для того, чтобы проверить правильность выполнения. Если ответы получаются одинаковыми, значит, задача решена верно. Решим задачу обратную данной. Нам будет неизвестно время, через которое пешеходы встретятся. Для того, чтобы найти время, мы пользуемся формулой пути. По формуле пути нам видно, что для того, чтобы найти время, нужно расстояние разделить на скорость. Послушайте задачу. Из двух сел, расстояние между которыми 18 километров, одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Скорость первого пешехода 5 километров в час. Скорость второго 4 километра в час. Через какое время пешеходы встретятся. Оформим условия задачи в виде схематического чертежа. Отступаем вправо две клеточки, ставим точку и проводим отрезок 8 сантиметров. Стрелками указываем, что у нас движение навстречу друг другу. Расстояние между селами 18 километров в час по условию задачи. Один движется со скоростью 5 километров в час. Второй пешеход со скоростью 4 километра в час. Нам нужно узнать время их встречи. Сначала пешеходы были на расстоянии 18 километров друг от друга, а затем они начали сближаться и сблизились на 18 километров. Значит, сначала мы также найдем скорость их сближения. Для этого к 5 прибавим 4. 9 километров в час – это скорость сближения. Далее по формуле пути, чтобы найти время, нужно расстояние разделить на скорость. Расстояние 18. Скорость сближения 9. 18 разделить на 9 – 2 часа. 2 часа они двигались до встречи. Записываем ответ. Пешеходы встретятся через 2 часа. Решим задачу обратную данной, когда будет неизвестна скорость какого-либо пешехода. По формуле пути, чтобы найти скорость, нам нужно расстояние разделить на время. Послушайте задачу. Из двух сел, расстояние между которыми 18 километров, одновременно навстречу друг другу вышли 2 пешехода. Они встретились через 2 часа. Скорость первого пешехода – 5 километров в час. Нужно найти скорость второго пешехода. Пишем эту задачу двумя способами. Условия задачи изобразим в виде схематического чертежа. Отступаем вправо две клетки, ставим точку и проводим отрезок равный 8 сантиметров. Стрелочками указываем направление движения, что они идут навстречу друг другу. Расстояние между селами – 18 километров. Время, через которое они встретятся – 2 часа. И первый пешеход двигался со скоростью 5 километров в час. И нам нужно узнать, с какой скоростью двигался второй пешеход. Первый способ. Первым способом мы узнаем сначала скорость их сближения. Для этого мы расстояние разделим на время. 18 разделить на 2 – 9 километров в час – это скорость их сближения. Нам известно, что первый пешеход шел со скоростью 5 километров в час. Значит, второй шел с другой скоростью, оставшейся. От 9 вычитаем 5. 4 километра в час – это скорость второго пешехода. Второй способ решения этой задачи. Сначала мы узнаем, какое расстояние прошел первый пешеход. Нам известно, что он шел со скоростью 5 километров в час и прошел 2 часа. Чтобы узнать его расстояние, мы 5 умножим на 2. 10 километров – это расстояние первого пешехода. Общее расстояние – 18 километров. От 18 вычтем 10. Узнаем оставшееся расстояние. Это расстояние второго пешехода. Известно, что они встретились через 2 часа. Чтобы узнать скорость, нам нужно расстояние разделить на время. 8 разделить на 2 равно 4. 4 километра в час – это скорость второго пешехода. Проверяем. Если у нас одинаковые ответы при решении разными способами, значит, задачу решили верно.